Друзья, всем привет! Я как водитель с большим стажем понимаю, насколько автомобиль может быть комфортным, но за этот комфорт периодически приходится платить. Я к этому отношусь нормально и понимаю, что иногда плановый ремонт может быть не совсем плановым. И это видео о том, как дорого содержать автомобиль с пробегом более 300 тысяч километров. Заодно и посмотрим, правда или миф о том, что содержать автомобиль Volvo очень дорого. Продолжение следует... Продолжение следует... Началась эта эпопея с замены... даже не с замены, а началась эта эпопея с того, что загудел у меня подшипник полуоси правый. На полуоси, на длинной полуоси, там стоит промежуточный такой подшипничек. И вот он начал издавать истошные звуки и было принято решение его поменять. Потому что ездить было, ну так, откровенно слегка некомфортно. Окей, заскочил к Артемке, пока сделал там буквально 3-4 звонка. Захожу в мастерню, он уже там все раскидал, снял полуось и... началось. Началось. После того, как заменили подшипник подвесной, гол ушел. Но появились другие звуки, начало отрыгиваться что-то еще. Но на том этапе было еще непонятно, что же это такое. Не то угловая передача, не то редуктор. Ну, в общем, такой легкий неприятный звучок был. Ну, было непонятно, что такое. И пока оно непонятно, значит, не вылезло боком. Принято решение ставить его так, как оно есть. Тем более, впереди у меня была еще поездка. Я думал в один город, думаю, быстренько в Днепр смотаюсь и обратно. Если что-то, звук такой, который должен быть, он обязательно проявится. Вместо Днепра я съездил в 9 городов за 3 дня. Кто не видел это видео, ссылочку я оставлю. И вот здесь вот сразу стало видно, ясно, понятно. Когда я уже приехал в какой-то город, заехал на подъемник, поднял автомобиль, прокрутил колеса, и я уже понял, редуктор приехал. Он издавал настолько дикий звук. Ну, не знаю, вот как старый поломанный троллейбус идет. Такое впечатление, что что-то у него там сломано, и он издает гул. Или же нет. Реактивный самолет, когда идет на взлет, он выдает такой же гул. Так вот, я когда возвращался в Киев, на меня вот так вот все оборачивались, потому что так было... А беда заключалась в том, что все друзья, которых я знаю, которые могут отремонтировать редуктор, заняты на 2-3 недели. Понятное дело, что с такими звуками вряд ли бы заклинил редуктор, но тем не менее с такими звуками ездить точно нельзя. Тем более парню, который выбирает автомобили. Загудил у меня задний редуктор, заехал и к парням, которые делают. Типа все крошеные сказали... Один нормальный парень сказал, залей вот эту вот брень. И если гул уйдет хотя бы там процентов на 40, то добавим тебе еще сматку и... в смысле присадку и будет счастье. Но сейчас будем пробовать что-то за херь. Субтитры сделал DimaTorzok Камера села. Вот, значит, масло. Я его хорошенечко заболтал, потому что там наверняка какие-то присадки есть. Ну так, на всякий случай, там пена осталась на дне. Масло с редуктора мы уже слили. Так, тут неудобно. Сейчас зайду с другой стороны для того, чтобы показать. В общем, все, что можно было отсосать путем отсоса, все масло вышло. В общем, сейчас будем заливать. Эх, пошла живительная влага. Цель этой экзекуции заключается в том, чтобы залить масло, которое содержит присадки. И если все не так плохо в редукторе, то оно должно помочь. Ну, если же не поможет, то тогда уже придется менять подшипники. И тогда уже беда. Ну, в смысле, как беда. Тогда уже это очень дорого. Ну, я предполагаю, дорого. В общем, посмотрим. Шприца объемом в пол-литра не хватило в редуктор. Да, понятно, там все-таки 750 мл. Или что-то вроде этого. Ну, сейчас зальем остальное. И я очень надеюсь на то, что это поможет. Снова порция нового классного дорогущего масла. Ну, все. Теперь уже масло пошло через гору. Полна коробочка. Поэтому сейчас закрываем, запечатываем. Сейчас все это дело очень быстренько замываем для того, чтобы убрать потетку масла. И поехали проверять. Стало тише, но гул не ушел. И то, что гул остался, это идет неизбежно к тому, что в скором времени все равно придется либо же поменять редуктор, либо же его отремонтировать. Позвонив на разные разборки, я понимаю, что приобрести еще один редуктор, который с большим почетным пробегом, а может быть не очень, это все-таки лотерея. Поэтому было принято решение ремонтировать тот редуктор, который у меня есть. Но при условии, что там сама главная пара, она от перекоса не износилась и будет столь же тихо. Поэтому вскрытие покажет. А так как до ближайшего заезда на СТО, где ремонтируют редуктор, у меня еще целых два дня, поэтому было принято решение поменять антифриз, который у меня был намешан в силу разных обстоятельств. То есть у меня там плавала чача, которую нужно поменять перед зимой, потому что зима может мне не простить того, что я набодяжил. Поменяли, парни, антифриз в автомобиле. То, что здесь было после... Я сначала думал, это масло, какая-то отработка. Но нет, это антифриз. Антифриз, который был у меня залит. Вот такой вот он весь мутный. А, налили вот такой. Такой мутный, потому что здесь помесь нескольких антифризов. Когда мне меняли, переуплотняли двигатель, мне налили синего. Потом мне рванул патрубок по дороге, ну имеется ввиду, его не зажали. И он просто чпок и слетел. И весь антифриз вылился на дорогу. И мне уже залили зеленого. Этого было чуть-чуть мало, потому как я ехал по дороге в Киев. Это уже уровень упал. И я уже доливал туда красного. Потом как-то ездил, ездил, ездил. И понял, что теперь через месяц нужно поменять вот эту чачу. И поменял. Ну а теперь зима впереди. Я счастлив, спокоен, все хорошо. И вот настал тот день, когда я отдал свой автомобиль на СТО. Быстренько приехал, выдал его, пересел в арендный автомобиль и полетел на осмотры. Кстати, кто не видел видео про арендный автомобиль, за которое я отхватил столько негативной критики, что просто караул. Вот здесь вот, можете посмотреть, оценить, почему я отхватил за него критику. Вот, два дня катаюсь, приезжаю, забираю. Сажусь в автомобиль. Тестово проезжаю по набережной Вышгорода. И здесь тишина. Здесь можно спокойно общаться по телефону. Здесь никто не оборачивается. Все смотрят нормально. Нету гуловоящего, взлетающего самолета. Все классно. И я полетел дальше, бороздить просторы нашей необъятной родины. Я видел, что есть целая куча ошибок, но с учетом того, что была катастрофическая нехватка времени, я не продал этому значение. Лишь только на следующий день, как говорят, я расчехлился, что у меня не работает полный привод, когда я начал просматривать более глубоко, детально все ошибки и их удалять. Одна ошибка осталась активная. И это проскальзывание муфты Haldex. Звоню я Сергею. Сергей говорит, окей, приезжай по телефону. Подумали, какие могут быть предположения. Скорее всего, то ли клапан не совсем правильно стоит, то ли моторчик не подключен, то ли еще что-то. В общем, в любом случае какая-то мелочь. Я предполагал, что действительно там что-то забыли подключить, потому что парень с таким мега здоровенным опытом мог допустить такое. Я даже не предполагал. Приезжаю на СТО, поднимаем машину, разбираем, все сливаем, достаем. СТО. 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 Причина оказалась настолько банальной, что этого не ожидал никто. В спешке Сергей не совсем правильно положил подшипник, который держит обойму с пакетом фрикционов, и закусило эту обойму, и шарики нафиг разлетели, э, ролики разлетелись по всей муфте. Благо там никаких жизненно важных механизмов не зацепило. Все осталось нормально, они высыпались вниз практически все, но подшипник развалился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также это Mazda CX-5, CX-7, э, CX-5, CX-9. Также это хорды всякие там, типа эскейпы, ходы сюда. Также это Infiniti QX-60, какая-то муфта после прожога. И только из-за того, что колеса по заднему приводу. Выводится крутящий момент на муфту и крутящий момент колеса. В тот момент, когда она должна 24 градусов сделать, может часа 3. То есть градусов 15 от оборота. Она работает, кроме как замкового устройства, она работает как межосевый дифференциал. У нее сходится разница крутящих моментов всех колес, не более тупых. А при выводе крутящего момента колеса она идет перегрев, сжигает все, сжигает подшипники, резинки, втулки, ну ее можно восстановить. Можно восстановить, если что-то осталось. Ключевое слово, если что-то осталось. Хотя бы фрикционная часть. В продаже ничего нет, все подбирается из скупленных муфт, слепится, точится, перекачивается, переделывается. Это один подшипник стоит в одном дифференциале, да? Этот подшипник 6820, он сейчас устанавливается практически на все типы электромагнитный муфт. 6820, правда, есть один нюанс, такой, как он там стоит, из завода его больше в природе не существует. Даже если подбирать по спецификации. Тут вот КОИ 6820РУ, мы его купили в Японии, он приехал, а он все равно не такой. В нем нету скоростного допуска С3. И с С3-м скоростным допуском подшипников в Украине нет. Ставим обычный НСК-НТН Корио с С2-м допуском и выводим муфту в такую плотность, в такую регулировку, чтобы она не шла в перегрев. Тогда работает. Если муфта идет в перегрев, она его жмет и он сгорает. Ну, соответственно, еще при всяких магических действиях типа что-то поточить, подогнать, померить, посадки все вырулить. Там целая кухня где-то к 3-м году дошла уже, что надо делать. Не, я к тому, что один подшипник, это один механизм, да? Да, один механизм. То есть тут их сотня, наверное, да, где-то? Я не знаю сколько, но это только этот год и это те, которые остались. Половину еще забрали. У меня в день где-то 2-3 муфта. Вот у меня в работе. То есть на металлолом уходит. Ну, тут у меня он как подтверждающая. Ну, так впечатляет, впечатляет. И еще столько же. Я специально оставил комментарий Сергея для того, чтобы было понятно сколько автомобилей он сделал, сколько десятков тысяч долларов у него есть доверие. В среднем один подшипник стоит в районе 100 долларов. Я не считал их сколько там, но больше сотни железобетонных. Звоним, интересуемся, новый подшипник чуть больше 100 долларов он. Окей, все, заказываем, ждем, неделю приедет. Я говорю, стоп, какая неделя, дружи? Нет у меня недели, не люблю я ждать таких длительных сроков. Я звоню друзьям на разборку, они говорят, слушай, ну, у нас такую штуку никто не спрашивает. Дай хотя бы гривен 250, так чтобы пополнить мобильный телефон. И приезжай, выбирай из десятка лучшей. Сергей говорит, я полетел. Ну, понятное дело, что я в очередной раз оставляю машину, беру себе на прокат другую машину. В этот раз уже 301-й Peugeot. Peugeot 3000. Ой, какой 3000? Ой, что-то меня понесло. Peugeot 301-й. Очередной прокатный автомобиль. Прокатный, потому что у меня в муфте Haldex там есть вот такой здоровенный игольчатый подшипник. В прошлый раз, когда собирали муфту, этот подшипник обойма была нарушена и этот подшипник просто разлетелся на шматки. Договорились, что я заберу автомобиль к следующему обеду, то есть через сутки. Ну, парню надо с Вышгорода съездить в Киев на разборку, выбрать лучший подшипник. Это он может сделать вечером. Он летит вечером, берет этот подшипник, приезжает, собирает, запускает. Вот такой болт с левой резьбой, снова ничего не работает. Перепроверяет, снимает, одевает, снова ничего не работает. И мы понимаем, что что-то здесь не так. Есть подозрение того, что уже просто пришел логический конец моторчику Haldex, или же он просто неправильно собран. Так это или нет, сейчас перекинем. Уже заказали парни новый моторчик, подкинут абсолютно рабочий, который дает нормальное давление. И попробуем по-ленивому. Сейчас скинули кардан, скинули масло, эээ, скинули мотор, слили масло, сейчас ставим новый мотор, заливаем новое масло в муфту Haldex и будем пробовать. Если повезет, обойдемся малой кровью просто по пути мотора. Если же нет, то придется разбирать, смотреть, что там внутри натворили. Так ли это, натворили или же просто мотор. Не знаю, минут через 20. Подмена нового моторчика, а правильно сказать, снятый моторчик с рабочей муфты Haldex ни к чему не привел. И по-прежнему ошибок по электрической части нет, по механической части ошибок нет, давления нет. И я снова остаюсь на переднем приводе. Почему не оставил машину на СТО, этому есть пояснение. Забрал я автомобиль с ремонта, ни фига не нашли. Почему не включается задний привод, никто, ну по крайней мере Сергей этот парень со СТО не нашел. Ждем некого гуру, который вернется с отпуска, который там бог Haldex и обещал помочь. Но пока, пока я катаюсь на кастрированном переднем приводе. Вот пока как-то так. Возвращается гуру из отпуска. Сергей с ним созванивается, и мы приняли решение о том, что нужно отправить весь Haldex вместе с мозгами, вместе с моторчиком, все полностью для того, чтобы решить задачку под названием «Угадай куда делось давление». Это при условии того, что механическая часть вся работает, электрическая часть вся работает, давления нет, муфта в ошибке проскальзывания, в общем рабочего давления нет. Для этого нужны сущие пустяки. Это снять муфту Haldex, так как остается там открытая тема, то нужно снять еще задний редуктор. Чтобы снять задний редуктор, надо скинуть подрамник, вытащить полуоси, в задних ступицах все это дело заглушить, повесить обратно подрамник, сделав развал, при этом не забыв еще снять кардан, где-то его оставить на СТО, покататься так недельку, потом снова приехать, скинуть подрамник, поставить обратно редуктор, поставить полуося, засунуть их в ступицу, засунуть обратно муфты Haldex, прицепить кардан, заехать на развал схождения, снова сделать развал. В общем, чтобы не делать такого геморроя, есть второй вариант. Второй вариант – это оставить на все это время автомобиль у Сергея на СТО, чтобы он висел, болтался лапками, ну или же где-то его там перекатить в какое-то место. В общем, в любом случае он бы там находился и мешал. Но было придумано следующее решение. Есть у нас парни, знакомые на разборке, в благодарность за то, что они мне дали без денег то, о чем мы попросили, я оставлю о них описание, где они находятся и кто они такие. Так вот, была придумана наихитрейшая хитрость. Взять нерабочий Haldex, поставить его в редуктор для того, чтобы масло с редуктора не высыпалось, для того, чтобы не попадал мусор в саму муфту, для того, чтобы не забить пакет фрикционов, который остается в нерабочей муфте. Заглушили моторчик, было придумано специальное крепление под моторчик с резиновой прокладкой, точно так же под мозги. Было придумано квадратное крепление с прокладкой, все это дело собрали. и очередная замена муфты. Вот пока она все целенькая. Сейчас скинем эту муфту, она поедет в ремонт, а временно пока поставим вот эту вот часть, где уже сделаны заглушки, для того, чтобы отсюда не вытекало масло, для того, чтобы сохранить целый пакет фрикционов. Ну, в общем-то, еще три дня бегемот поездит без полного привода, но зато потом будет счастье. То есть весь блок с мозгами мы отправляем, и нам его за неделю должны починить. А вместо этого вешаем заглушку, и я езжу со светящейся гирляндой, но я передвигаюсь. Прошла неделя. Добрый день, друзья. Мы имеем две мушки. Смотрим. Здесь поршня, здесь поршня. Достаем средний поршень. Он у нас. Достаем здесь средний поршень. Гораздо туже выходит. Достаем центральный поршень. Большой самый. Вот так вот он выходит. Достаем этот поршень. Вот так он достается. И еще раз показываю. Опа, там. Опа, здесь. Вот эти резинки, что это, что это, они износились. Здесь и, скорее всего, что и поверхность корпуса. Спасибо всем за внимание. Сальник, который держит весь пакет фрикционов, он просто прохудился. И его сдернули с места, не так поставили. Засунули обратно. И все это в комплекте с новой смазочкой дало такое, что он через этот сальник это давление и стравливал. В общем-то, казалось бы, цена вопроса резинки 12 гривен по сравнению с общими затратами. Но, тем не менее, все равно данный прецедент есть. Ладно. Отправляют эту электронно-гидравлическую муфту Haldex. Приезжаю я через неделю. И вот настал тот долгожданный момент, когда я в четвертый раз заезжаю к Сергею для того, чтобы сделать себе все-таки полный привод. заехал. Старую выдернули. Масло потекло. Новую вставили. Залили. Снова свежую жидкость Haldex. А на секундочку литр стоит порядка тысячи гривен. И это уже в четвертый раз. Продолжение следует... 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 а вот теперь все и смотрим ну ну треугольник до погасла класс все окей ну и теперь можно уже теперь можно уже и стартовать да класс полный привод работает все я счастлив цена вопроса 1 резин и того сколько потрачено денег на мероприятие по замене подшипника полуоси которая вылилась в замену подшипника в редукторе которая за собой потянула замену халдекса я сейчас напишу на экране ребят насколько это дорого или же не дорого в сравнении например с вашими автомобилями с подобными работами напишите об этом в комментариях в этой серии наверное буду ее заканчивать в других я покажу еще какие были произведены ремонты потому что этот бельгийский автомобиль изначально стоил 11 700 но был приобретен за 8 с половиной почему именно так об этом в других сериях ну а с вами был николай тарануха киев компании один автор всем удачи на дорогах всем пока пока как-то неудобно он стал прям здесь типа с аварийкой